Осирис. Первая мумия. Старейшие найденные мумии относятся к старому царству, но египтологи считают, что этот процесс намного древнее. Поначалу тело мумифицировали методом иссушения, меняя влажность и температуру окружающей среды. Ранние попытки мумификации проводились с использованием смолы деревьев. Полосами ткани оборачивали только поверхность кистей рук или челюсти. Объяснение смысла этого ритуала появляется лишь в 3600 году до нашей эры. Именно тогда была задокументирована египетская вера в то, что в теле находится душа, как потом расшифровали египтологи. Лишь после появления мифа об Осирисе в египетской религии во времена пятой династии, концепция мумификации оформилась окончательно. Практика теперь имела мифологическое и идеологическое обоснование. Осирис был в основном известен как бог мертвых и бог воскрешения. Наиболее известная часть мифа об Осирисе – его расчленение. Плутарх приводит наиболее полный и простой пересказ истории. В египетской мифологии Осирис был первым правителем Египта. Завидуя власти брата, Сет хотел завладеть его троном. После нескольких неудачных попыток Сету удалось убить Осириса, разрубив его на части и разбросав их по всему Египту. Исида, великая Чарами, жена Осириса, отправилась на поиски частей своего мужа. После долгих поисков она нашла все части, кроме Фалоса, которые съели рыбы. Затем Исида собрала тело мужа, скрепив его полосами ткани. Вместе со своей сестрой Нефтидой, еще одной колдуньей, они вдохнули в Осириса жизнь. Они не только воскресили его, но и вернули ему мужскую силу, позволив оплодотворить Исиду, обеспечив себе наследника, прежде чем снова умереть. Так родился Гур. Ритуал воскрешения Осириса, по сути, демонстрирует, что он стал первой мумией. Именно поэтому на саркофагах царей часто изображают Исиду и Нефтиду в роли колдуней, воскрешающих мертвых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова